Это в основном используется для увлечения, для увлечения интересов учеников в настоящее время. Генификация, включение элементов, игры, различные технологии. Обучающие роботы, мы про них немножко поговорили, блокчейн. В целом, что я хочу сказать о технологиях. В принципе, любая новая технология, которая появляется в мире, ее потом пытается использовать в различных индустриях, в том числе в индустрии образования. Поэтому мы вообще-то с этого очень скептически относимся к самим технологиям. Для нас гораздо важнее не технология, а именно контент, педагогика и цели этой образовательной технологии. То есть, в Европе, в принципе, филлянги и стартапы, которые удачны в сфере образовательной технологии, они даже не уминают это. То есть, они говорят о том, чему учащийся учится, какие компетенции он получает. И так, педагогика, какое исследование стоит за этим продуктом или сервисом. Никто не обращает внимания именно на конкретное название конкретной технологии. Поэтому осторожнее с этими словами. Ну и несколько тенденций обучения. Также вы, наверное, слышали очень много различных тенденций, но в целом их можно разделить на две части. Это как Lifeline Learning или непрерывное образование. И Adaptive Learning, это активное обучение. И под ними там много различных дополнительных тенденций, да? Про Lifeline Learning, то есть, это непрерывное образование. Можно сказать, что это компетенция? Обнование и обучение или классификация? Обнование и обучение. Хороший вопрос. Я думаю, что это... Я, наверное, зачастую используюсь как синонимы. На самом деле, я сама когда написала, то есть пыталась смотреть, какие используются термины в русском языке, да? То есть для меня это немножко как синоним в русском языке. В английском мне просто нравится слово Learning, потому что оно в себя включает гораздо больше, чем просто образование. То есть Learning, это обучение, изучение чего-то нового. Но есть же еще и воспитание, это у нас. Наш индустрия, кто без него не может. А как можно? Воспитание, конечно. Но... Да. В Финляндии это так, что есть отдельная школа для воспитания. И отдельные цели для воспитания. Ну, для непрерывного образования я попробую английский вариант определения, потому что он обучается, я, мне кажется, очень важными словами, да? То есть the on point, то есть постоянное. Voluntary, то есть доброгольное and self-motilated. То есть мотивация, которая исходит от самого учащегося. То есть когда мы обучаемся доброгольно и когда мы сами хотим что-то новое лечить. Мне кажется, это очень-очень важно. И это одни и также те же навыки будущего, которые нужно воспитывать и в учениках и студентах. Когда они закончат университет, они должны знать, что они должны продолжать обучаться практически всю свою жизнь. И это желание обучаться, изучать, что новое должно искать статью. Различные, так же так, субтенденции, которые включаются в непрерывное образование, да? То есть в мобоке это массовый открытый онлайн-курс, который может помочь в очереди обучение. Дистанционное обучение и микро обучение, да? Когда мы, например, через, например, скосотовый телефон можем обучаться в лайнере количества информации, например, когда мы стоим в очереди или ждем чего-то и едем в общественном транспорте. Вот эти тенденции, тенденции непрерывного образования, они должны быть достаточно важны и для стартапов. Потому что это означает открытие новой, скажем так, покупателей этих продуктов, да? То есть если раньше, если мы хотели обучиться каким-то новым навыкам, мы, скорее всего, пошли в университет или в магистрскую программу, например. В настоящее время, скорее всего, мы смотрим или в онлайн-курс, или мы закачаем новое приложение на телефон и будем изучать это через это приложение. То есть большой потенциал нового маркета для пользовательных стартапов. Но это также большой потенциал для университетов. Если вы хотите давать какое-то дополнительное образование, но с новыми тенденциями, да? Чтобы это не занимало огромное количество времени и ресурсов для действий, чтобы участвовать. То вот такие тенденции на онлайн-курсы, инвестиционное обучение или микро-обучение Это может быть и для университетов интересным коммерческим решением в будущем. Адаптивное обучение, то есть это когда мы используем различные технологии, компьютерные алгоритмы для того, чтобы создать персоналифицированное обучение, которое основано на потребности получающегося. Опять же, самое важное слово – это потребности получающих. Я смотрю, что им нужно, к чему они не получаются, к чему им нужно личность. И вот это именно мы их не предлагаем. То есть сюда входят такие тенденции также, как индивидуализация и вовлечение и повышение ингресса студентов. Опять же, может происходить с помощью информационных технологий, если их правят на свой взрослый. На этом я заканчиваю презентацию в опыте. То есть я бы хотела обобщить сейчас презентацию о будущем тем, что будущее в индустрии заключается в экосистемном мышлении, в экосистемном развитии всей индустрии и развитии инноваций и технологий по основе потребностей, настоящих и актуальных потребностей образовательной среды. И также использование код-дизайну, то есть когда вы создаете эти технологии вместе со своими потребителями, с учениками, студентами, преподавателями, учителями, ректорами и так далее. То есть это все очень важно в частных участников процесса. Но сейчас целом мы всегда закачиваем презентацию. Это лучший способ предсказать будущее, это его создать. Я думаю, что все, кто находится на этом интенсиве, на этом острове, именно вы являетесь теми людьми, которые будут создавать будущее образование в России, и, наверное, в своем мире. Спасибо. Есть ли вопросы? Спасибо.